всем привет сегодня урок 13 6 продолжаем практиковаться в отношении 3d фото и в сегодняшнем уроке попробуем сделать здание и ландшафт вот такое 3d видео получилось у меня из обычной фотографии вот из такой фотографии делать это несложно я не буду показывать все шаги но первый шаг переходим на вид через камеру выставляем камеру так чтобы нам было удобно с ней работать направляем например ее на вид спереди линию горизонта выравниваем кидаем фотографию на задний план вот моя фотография настройках рендеринга dimension устанавливаем такой же размер какой есть у фотографии 1920 на 1200 в моем случае фотография стоит на заднем плане мне нужно создать теперь геометрию которая будет совпадать по форме с тем что изображено на фотографии вот я создал простую геометрию цилиндры коробки плоскости ничего сложного этот план у меня деревья небо здание и все это совпадает с моей картинкой когда геометрия готова захожу в режим редактирования заметьте что геометрия должна быть подразделена но на такое приличное количество фейсов выделяю все нажимаю у project from view нажимаю затем захожу в настройки материала если вы используете render cycles то тогда материал создаете такой diffuse image mapping и текстуры координат uv вот в результате получается у вас следующее но обратите внимание также как и в прошлом уроке есть такие проблемные места например вот с этой башни спроецировалось на квадратную прямоугольную башню затем все это спроецировалось на задний план где деревья и когда я буду двигать камеру то все это будет выявляться все это появилось и на заднем плане на небе поэтому нужно сделать следующее нужно для объектов которые на заднем плане применить другую фотографию эту же фотографию но с замазанными проблемными местами откройте ее в гимпе или фотошопе и сделайте так чтобы передняя башня была замазана чтобы не было ее с помощью инструмента клонирования добейтесь такого сделайте еще одну фотографию на которой замка не будет будут деревья на заднем плане и небо для объектов на переднем плане в частности это вот эта башня используем оригинальную картинку не подправлены для земли и квадратной башни на втором плане можно уже использовать подправленную картинку и уже совсем для заднего плана где деревья и небо были можно использовать третью фотографию тогда все эти артефакты не будут бросаться вам в глаза такая техника matte paint использовалась и фильмы tear of steel сделано в блендере вот обратите внимание на эту сцену здесь сейчас будет показано каким образом вот оригинальная фотография и затем смотрим это просто проекция на плоскость ничего сложного это позволит сократить очень много времени на моделирование и сделать очень такой реалистичный задний фон или вот еще один пример вместо того чтобы моделировать в течение недели целый участок города человек просто использует фотографию редактирует ее как ему надо вот оригинальная фотография затем как мы видим создает кучу коробок и проецирует на них фотографию вот он показывает результат подобным образом из обычной фотографии ландшафта вот например горы можно сделать настоящее 3d вместо того чтобы опять же долгое время тратить на моделирование таких гор на текстуринг можно спокойно сделать matte painting такую проекцию и все готово как было показано в прошлом уроке я просто открываю фотографию на заднем плане создаю геометрию примерно похожую по формам проецирую на нее свою фотографию и получаю вот такой результат попробуйте сделать что-то свое интересное если что-то получится выкладывайте как видео ответы к этому уроку на этом все урок закончен подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания